Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас третье занятие. Мы с вами рассмотрим Омегу-3. Ее еще называют жидким золотом. Вот по ее значению для нашего организма. И вот открытием Омега-3 мы обязаны, как говорят, пытливости ума датских ученых, которые в 20 веке, в середине 20 века, определили, что по состоянию здоровья и по состоянию мембраны клеток у моряков Гренландии есть отличие от всех остальных живущих людей. То есть мембрана клеток у них приближается по своим качествам к идеальной или эталонной. И в какой-то степени это сразу связалось с тем, что моряки Гренландии, несмотря на условия жизни, несмотря на условия природы, климата и напряженный труд, у них отменное зрение, они практически все без очков. У них нет гипертонической болезни и атеросклероза. А в то время, в середине 20 века, уже гипертоническая болезнь и атеросклероз начинали поднимать голову и уже широко распространялись. Среди причина заболеваемости и причина смертности. Более того, не знаю, насколько это были ли правда, но бытует такое мнение, что ученые сначала хотели доказать, что несколько неполноценное питание эскимосов, моряков Гренландии отрицательно сказывается на их состоянии здоровья. Но, как часто бывает в науке, вдруг обнаружили совершенно противоположное. И вот с того времени исследования по омега-3, полиненасыщенным жирным кислотам, стали широко проводиться в мире. И вот на сегодняшний день в базе Медлайн, то есть это медицинская литература, находится более 30 тысяч публикаций. Вот как в одном из своих выступлений сказала Татьяна Черниговская, то есть это такое количество публикаций, что их не только что перечитать, мимо них пройти даже пешком нельзя, мимо них можно только проехать. То есть вот так много исследований. И в то же время для того, чтобы настоящие ученые, они проводят анализ подобных исследований, систематизируют их, и для этого вот сейчас благодаря компьютерам созданы программы, которые реагируют на определенные слова, отвечающие за натуральные, серьезные научные исследования. И вот такие публикации, отражающие действительно научный подход, называются релевантными. И вот более 500 релевантных публикаций, то есть настоящих углубленных научных исследований, отражают мировой опыт научный применения омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. И подтверждают влияние омега-3 докозо-гексаеновой кислоты на когнитивные функции и интеллектуальное развитие ребенка. И влияние омега-3 ПНЖК и козо-пентаеновой кислоты на функцию мембран клеток и здоровье сердца и сосудов. И вот, как помнит старшее поколение, вот моего возраста, чуть моложе, чуть раньше, в 50-е и 60-е годы все дети в Советском Союзе получали рыбий жир по указу правительства СССР. Я помню, как поили меня мои родители. Да, вот многие помнят тоже кого-то в детском садике, как вот четко показано на этой фотографии, кого-то в школе. Но так или иначе, вот то время как-то к рекомендациям здравоохранения, к рекомендациям правительства в области здоровья подходили серьезнее и как-то беспрекословно все выполняли. Никому не приходило в голову начать сомневаться, давать или не давать этот рыбий жир ребенку, хотя он был неприятного вкуса, неприятный запах. То есть, собственно, это было не рыбий жир как таковой, а масло печени трески. Но в то же время свое влияние на развитие детей это оказало и в плане здоровья, и в плане умственного развития детей, и в плане любви к чтению книг, которым отличались мы в то время. То есть положительный эффект был налицо. Но тем не менее, в 70-е годы, к сожалению, вот этот указ был отменен по одной простой причине. Нарастало загрязнение окружающей среды, в том числе и Тихого, и Атлантического океана. И в то время еще не было ни способов очистки самих продуктов питания, ни способов очистки ресурсов окружающих нас. Поэтому, поскольку печень склонна накапливать еще и токсические вещества, вот какой-то был период у нас, когда дети не получали ни рыбий жир, ни омегу-3. И, в принципе, это стало сказываться, как на успеваемости, так, собственно, и на здоровье наций. Поскольку вот на сегодняшний день доминирует у нас причина смертности, это сердечно-сосудистые заболевания. И вот, как вы видите, мировой научный опыт доказывает влияние на функцию мембран клеток, на здоровье сердца и сосудов, будем разбирать подробнее. Ну и в то же время, с чем вот часто мы сталкиваемся в последнее время, когда в каких-то крупных изданиях, известных изданиях, советских, то есть наших и зарубежных, постсоветского пространства и зарубежных, публикуют, как бы, такие сенсационные какие-то исследования, которые говорят, что на самом деле нет. Омега-3, она никак не влияет, она чуть ли не вредит. Есть выступления, причем это очень интересные программы, ну в частности программа Елены Малышевой, в которой она то говорит о том, что это очень полезно, но не работает в дозировке менее чем 2 грамма, то говорит о том, вместе со своими участниками, что детям еще можно принимать, а так только это полезно при заболеваниях суставов, то еще, в общем-то, говорят совершенно странные вещи, якобы ссылаясь на некоторые источники информации и якобы научные исследования. Ну, естественно, это волнует всех людей, начинают задавать вопросы, начинают писать, как же так, а оказывается, то есть нам говорили, что это полезно, а на самом деле это только один вред. Ну, вот как бы ответом на подобные публикации, на подобные заявления есть замечательная статья настоящего специалиста, настоящего профессионала своего дела, научного работника, сотрудника Ольги Алексеевны Громовой, которая не только доктор медицинских наук и профессор кафедры клинической фармакологии, но еще заместитель директора по научной работе Института микроэлементов ЮНЕСКО. То есть действительно человек, который выдает исключительно достоверную информацию и пишет настоящие научные статьи. То есть если вот есть желание, я могу дать ссылку на эту статью, это Кибер Ленинка опубликует их, и вот в журнале «Земский врач» омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, аля гер ком аля гер, да? То есть и вот хотя бы предисловие, вступительное слово я зачитаю, что научное исследование в медицине направлено на установление новых ранее неизвестных фактов, имеющие значение для сохранения жизни и здоровья человека. К сожалению, в современной ситуации врачи-исследователи зачастую вынуждены доказывать очевидное и постоянно держать линию обороны от активно навязываемых подделок под научное исследование. Такого рода в кавычках исследования, публикуемые под лозунгом объективности и доказательной медицины зачастую в медицинских журналах с высоким индексом цитирования направлены вовсе не на установление научных фактов, а на формирование «нужного» для того или иного производителя общественного мнения. Поэтому врачу необходимо постоянно совершенствовать свои навыки научного мышления, чтобы избегать подобного рода ловушек. В настоящей статье разбирается доказательная база стандартизированных форм Омега-3 ПНЖК и представлен подробный анализ ряда исследований. То есть вот есть научные исследования, есть псевдонаучные исследования. И вот публикация ни в интернете, ни в каких-то журналах, ни даже, к сожалению, иногда имена маститых ученых, потому что и маститые ученые могут ошибаться, если они работают в другой области. А с другой стороны, очень часто сегодня известным людям переписывают те слова и те статьи, которые они не говорили и не писали. И не всегда этот человек может опровергнуть. Это встречается сегодня достаточно часто. Да, вот насчет маргарина и рекламы, что есть указ о нормах транжиров. Ну, норма транжиров 4%, не более. А у нас иногда до 40% находится печенье и где-то еще. Поэтому маргарин, вот, к сожалению, тоже он был и в советское время, и как-то вот пекли на нем и так далее. Ну, пока еще мы не знали, что такое на самом деле транжиры. Сейчас, когда знаем, то, естественно, лучше его не применять. Кстати, вот я сейчас вспомнила, что я была тогда еще в пионерском лагере. Я была там как доктор в возрасте сразу после мединститута. И вот что интересно, поскольку в наши обязанности входило контролировать кухню, маргарина там не было вообще. Там было только растительное масло и только сливочное масло. Все. То есть маргарин детям вообще, как бы вот в детских учреждениях в то время не давался вообще. Ну, чего, конечно, нельзя сказать сейчас. И вот если мы говорим о настоящем научном подходе, о настоящих научных исследованиях, то, конечно, вот частный медицинский научно-исследовательский центр «Елеса», который был основан еще в 1998 году, и руководителем которого является всемирно известный Стик Стэн, профессор кардиоторакальной хирургии. То есть это настоящий научный подход. И в этом центре проводятся настоящие дорогостоящие научные исследования. И вот благодаря этому мы имеем с вами такую замечательную продукцию. То есть сразу, если у кого-то возникают сомнения, отправляем к первоисточникам. Ну, и второй момент. То есть если у вас возникают какие-то, какие бы то ни было сомнения о какой-то продукции, то есть в первую очередь обращаемся к первоисточникам. Вот на сегодняшний день, ну, мне известно, очень много видеозаписей и официальных, и неофициальных, потому что, к счастью, вот те лидеры и консультанты, которые бывали уже в «Елесе» и посещают ее регулярно, делают эти записи. Они не скрыты за семью печатями. То есть можно их найти, можно посмотреть, и вот это та информация, которой можно доверять. Как и Институту питания и Ольге Николаевне Григорьевне. То есть это исключительно 100% достоверная информация. Поэтому, ну, вот не нужно слушать то, что говорит неизвестно кто просто. Да, или неизвестно кто где-то написал. Вот фраза «я где-то слышала», ну, слышать можно на скамейке, можно от бабушек, можно еще от кого-то. Это не является достоверной информацией. Поэтому вот та продукция, которая вот производится, то есть создается в этом центре и потом вот распространяется дальше, в основе создания этой продукции действительно лежат серьезные научные исследования. Еще раз напоминаю, как и на первом занятии, что вот не только профессор кардиохирургии принимал участие и выдающийся трансплантолог Стик Стэн, но профессор дерматологии Йорген Церук, который знает все о коже и о влиянии пищи и всех компонентов на состояние кожи. И профессор Свен Улаф, который занимается антивозрастными технологиями. То есть создавая омегу-3 в Эллес, они учитывали и влияние ее на состояние молодость кожи, и то, чтобы она не вызывала никаких аллергических реакций и проявлений. То есть в принципе на омегу-3 возникнет аллергическая реакция, но может только с той же вероятности, как и аллергия на фотографию тещи. Не в большей степени. То есть это будет психологический компонент, а не материальный. И вот основные качества омега-3 в Эллес, они вам известны. Но собственно вот когда вам предлагают сравнить омегу-3 с какой-то омегой другой фирмы, то вот от этого мы начинаем отталкиваться. Что это чистый и безопасный рыбий жир из мелкой рыбы Атлантического океана. Мелкая рыба не склонна накапливать тяжелые металлы и вредные вещества. Но тем не менее, пятиступенчатая очистка от всех вредных веществ. И стандартизация по уровню содержания кислоты и коза пентоеновой, и докоза гексоеновой. То есть это эффективный и натуральный одновременно рыбий жир. Соответствует стандартам GMP. Учитывается экологический подход к созданию этой продукции, то есть рыбий жир из возобновляемых источников. То есть вот знак «Друзья моря», чтобы не истощать природные ресурсы, а приводить к их возобновлению. Ну и безусловно, то, что он натуральный, не содержит искусственных красителей и консервантов, которые сегодня, в принципе, другие производители куда только не размещают. И что капсулы у нас из рыбьего желатина. Желатина – это продукция, качество ее подтверждено премией, лауреатом премии является Омега-3 в составе Wellness Life Plus в номинации «Здоровое питание» в 2016 году. И вот если вообще говорить о жирах, то многие из них полезны. Вот тренджиры мы, конечно, сюда не относим. И вообще жиры играют колоссальное количество полезных функций в нашем организме. То есть какие функции выполняют жиры? Ну, в первую очередь, это источник энергии. То есть больше всего энергии вырабатывается у нас в организме при сгорании жиров. Дальше – это строительное. То есть вот хотя основной строительный материал – это аминокислоты, но вот если аминокислоты – это кирпичики, то жиры – это раствор. А, как известно, из одних кирпичей дом не построить, как и из одного раствора. Нужно и то, и другое. Это защитная функция, поскольку принимает участие жиры в работе иммунной системы. Это запас энергии и запас тех же жиров. То есть у нас откладывается эта энергия про запас в складочках нашего тела. Вот более того, такая интересная функция жиров и жирового обмена, если у нас с избытком поступают углеводы, у нас образуется дряблый жир на теле, а если с избытком поступают белки, то более плотный жир на теле. То есть вот тело не умеет хранить поступающие продукты, не в виде белков, не в виде углеводов, только исключительно в виде жиров. А вот жиров оно может накапливать сколь угодно много. То есть вот те казуистические случаи, когда человек весит 200 кг, 400 кг, они как бы известны. Ну и регулирующие, потому что жиры принимают участие в обмене веществ и в регуляции входят в состав многих гормонов. Особенно жиры входят в состав половых гормонов и мужских, и женских. И вот именно насыщенные жиры, они тоже полезны, все хорошо в меру. Давайте вспомним опять-таки то советское время, кто помнит еще, в санатории, там дома отдыха, детские лагеря, что нам давали утром и вечером? По 5 граммов сливочного масла. А вечером еще, если это санаторий или дом отдыха, то полстакана женщинам, стакан сметаны, причем такой сметан, в которой стоит ложка, тоже это относится к насыщенным жирам. То есть это давали. Да, и вот масло на хлебушек, то есть такие вот кругленькие, или как-то по 5 граммов, 10 грамм сливочного масла. Как закон каждый день, в детских садах соответственно, и там вообще во всех детских коллективах. Но вот насыщенные жиры в меру, они тоже полезны и нужны, их нельзя исключать совсем. Вот, особенно и сало полезно в меру еще с чесноком, да, и вот, ну, исключая тухоплавкие жиры, то есть вот там баранина, говядина, там тухоплавкий жир, который очень как бы сложно усваивается. И кроме насыщенных жиров, у нас есть вот ненасыщенные жиры, то есть мононенасыщенные, это омега-9, так называемые, это по строению формул биохимических, омега-3 и омега-6. И вот что у нас получается? Что вот подсолнечного масла мы едим достаточно много, то есть мы добавляем его в пищу, в салаты, мы на нем жарим, то есть разные виды подсолнечного масла. И вот, ну, как бы омега-9, оливковое масло, каким бы полезным оно ни считалось, нам непривычно. И вольно или невольно, но мы с вами переключаемся опять на подсолнечное. То есть ни кукурузное, ни там льняное, ни какое-то другое, хотя их на самом деле много, но вот вкус, он играет колоссальную роль. И вот если омега-3 раньше, если взять там 19 век, то как бы его получали достаточно, в первую очередь, с рыбой. Очень много рыбы тогда ело население. Второй момент, ледяное масло тогда тоже было как бы широко распространено. Но вот в настоящее, да, даже еще в то же советское время, которое вот если что-то уже третий раз вспоминаю, у нас были рыбные дни, вторник и четверг, или среда и пятница. И вот в рыбные дни во всех общественных заведениях питания можно было есть только рыбу и ничего другого. И волей-неволей рыбу население все-таки ело. А поскольку периодически готовили его вкусно, то как-то это и переключалось и на дом, и дома тоже готовили. Да, вот вторник, четверг, рыбный день, везде, во всех учреждениях. И в детских то же самое, то есть готовили рыбу. И вот еще один момент, масло грецкого ореха и грецкие орехи. С одной стороны, 5-10 грецких орехов в сутки тоже как бы восполняет, хоть это и растительного вида, омега-3, полиненасыщенные кислоты, но все-таки тоже это омега-3. Но вот насколько я знаю людей, у которых дома растут грецкие орехи, ну, как правило, чем это заканчивается? Пекут пироги иногда крайне редко и раздают орехи всем знакомым родственникам. Но сами люди их почему-то не едят. Вот как над нами давлеют наши вкусовые пристрастия и привычки. И вот, а с другой стороны, что у нас получается? У нас получается, что так или иначе, омега-3, омега-9, по крайней мере, вот с мясом птицы, и там сейчас мы авокадо едим, маслины мы еще как-то получаем. Да, омега-6 мы получаем с избытком именно вот с подсолнечным маслом, с семечками, которые любит население, и в какой-то степени вот с орехами. Но что касается омега-3, то вот здесь у нас получается серьезный дефицит. Причем очень серьезный, особенно последние годы. А работа наших клеток и нашего организма, она построена на балансе. И в частности, на балансе омега-3 и омега-6 полиненасыщенных кислот. И вот как разумно все устроено в нашем теле изначально. То есть омега-3 у нас расширяют сосуды, производные вот этих полиненасыщенных жирных кислот, а омега-6 сужают. Омега-3 уменьшает воспаление, омега-3 увеличивает. Нам нужны ситуации, когда вот должен быть спазм сосудов, конечно. Но если это продлится долго, то вот будет повышаться давление, нарушаться кровообращение. Дальше боль. Это сторожевое пёс здоровья, говорили древние. Но если боль усиливается, и у нас постоянно что-то болит, мы чувствуем себя плохо. А омега-3 у нас уменьшает боль. Омега-6 увеличивает чувствительность к аллергенам. И в целом для здоровья и жизни организма это важно. Если есть чему-то аллергия, то важно, чтобы организм реагировал, и тело это понимало, и человек это понимал. Но омега-3 уменьшает чувствительность к аллергенам. Сужает дыхательные пути, расширяет, повышает тромбообразование, предотвращает. И всё бы хорошо, если бы соотношение в пище между омега-3 и омега-6 было тоже таким, каким оно должно быть. А оптимальное соотношение 1 к 4. То есть мы и должны получать омега-6 больше. Но вот омега-3 мы вообще почти не получили. И в современном индустриальном обществе вот это соотношение приближается к 1 к 20. То есть получается вот гораздо меньше. Почти до нуля у нас снижено поступление омега-3, ну если мы не принимаем её дополнительно. И вот омега-6 у нас как бы не уменьшается. То есть задача-то не уменьшить омега-6, как видите, столбики почти одинаковые, а увеличить омега-3. Тогда будет всё нормально. Тогда будут вот эти процессы все уравновешены. И не будет ни воспалительных процессов, излишне выраженных, ни боли избыточно выраженной. Её не придётся там гасить с помощью обезболивающих. И вот самое главное. Вот это соотношение омега-6 и омега-3 в питании и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний учёные проанализировали. И вот эти столбики чётко показывают нам картину. Что если в европейских странах, в Соединённых Штатах Америки соотношение омега-6 и омега-3, вот чуть ли не 50 к 1, даже не 20, то вот и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний соответствующая. А у нас есть тоже некоторые области, в которых смертность от сердечно-сосудистых заболеваний доходит до 75%. И, соответственно, вот налицо картина. В Японии соотношение лучше, и вот смертность всего 12%. То есть вот живущим в постсоветском пространстве даже не приходит в голову, что есть какие-то страны, в которых люди, в общем-то, не умирают поголовно от заболеваний сердца и сосудов, от инфарктов и инсультов. Ну вот в Генландии так там вообще всего 7% в структуре смертности. А у нас 57, какие там 45? 57-75 на сегодняшний день. Вот соотношение и смертность. То есть достаточно наглядная картина. И опять-таки вспоминаем, что моряков в Генландии, состояние мембраны клеток было близким к идеальному или эталонному. И вот если говорить о рыбьем жире, который как бы врачи рекомендовали давным-давно, еще издревле догадываясь только о свойствах, тогда еще не были открыты. И вот о ПНЖК омега-3, вот посмотрите, на самом деле этих вот кислот, полиненасыщенных жирных, достаточно много. Они разные, разные у них строения. Вот можно там почитать, ничего не понять, конечно, практически в этом, если не посмотреть на формулу. Ну, сам факт, да, вот здесь у нас мы видим докоза пентоеновая, докоза гексаеновая, и вот она наша икоза пентоеновая кислота. И вот в натуральном рыбьем жире, можете посмотреть это в Википедии, процентное соотношение. То есть икоза пентоеновой кислоты может быть от 6 до 10%, докоза гексаеновая от 10 до 15% и докоза пентоеновая от 2 до 5%. Вот раньше писали еще в омега-3 докоза пентоеновую кислоту. Но сейчас не пишут, поскольку основное внимание все обращают только на вот эти две амели. На эти две полиненасыщенные жирные кислоты. Вот, но по максимуму, если мы посмотрим, может быть не более 30% в натуральном рыбьем жире. И вот стандартизированный по омега-3 рыбный жир, он как раз и содержит максимальное количество икоза пентоеновая, и докоза гексаеновая, и докоза пентоеновая кислота. То есть получается это вместе 30%. Вот почему и говорится, что это рыбий жир или рыбный жир из тушки, если говорим, то называют рыбным. Ну вот по английски это проще и понятнее. Да, там ливер ойл и фиш ойл, то есть рыбный жир и печеночный жир. У нас вот немножко такое другое название, но вот максимально это 30% от 100% содержания рыбьего жира. То есть вот у нас омега-3, хоть взрослая, хоть детская, она стандартизирована, это 30% от грамма. В двух капсулах у нас 30% составляет ПНЖК омега-3. Идем дальше. И вот почему указывают только ЭПК и ДК, ну поскольку сегодня уже, как бы, многие люди просвещенные достаточно, и они это знают, и они обращают внимание именно на эти две полиненасыщенные жирные кислоты. То есть и коза пентоеновая кислота, она обеспечивает структуру и функцию мембраны клеток и мембраны внутриклеточных образований. А докоза гексоеновая, она обеспечивает структуру и функции центральной нервной системы и миеллинизацию нейронов. Вот когда тоже вам кто-нибудь говорит о том, что докоза гексоеновой кислоты должно быть больше, ну на самом деле, давайте подумаем, каких клеток больше. Всех клеток тела или только вот нейронов. Другое дело, что вот в раннем детском возрасте, естественно, нужна больше докоза гексоеновая кислота ребенку в определенный период времени. Ну, для этого вот, собственно, и беременная женщина, и кормящая мама должна получать больше. Ну вот здесь, смотрите, насчет, здесь касается Велнаспека. Велнаспека может быть, да, более выгодно покупать жидкую, детскую омега-3, безусловно. Но Велнаспек, он же удобнее. И Велнаспек содержит суточную норму всех необходимых веществ. И вот такого продукта, как Велнаспек, вы не найдете ни в одной компании. В принципе, вот профилактическая доза, она содержится в двух капсулах. Если человек всю жизнь принимает ее в такой дозировке, этого достаточно. То есть профилактически у него не будет тогда ни патологии серьезных сосудов, ни патологии серьезных суставов. И так вот многие люди, они всю жизнь не принимают. Можно принимать тем, кому это нужно. Да, сейчас вот мы дальше рассмотрим. То есть дополнительно, можно заменять. Вот у меня одно время, я когда попробовала детскую, я пила только детскую. Потому что вкус, ну, мне казалось совершенно потрясающе. Дала попробовать детям, они мою восторг не разделили. Ну, потом уже как-то по-другому реагируешь. Но первое впечатление по сравнению с теми рыбьим жиром, которым нас поили в детстве, это же просто песня. Поэтому с хлебом или на хлеб, или заедать хлебом очень хорошо. И вот какими же качествами должна обладать мембрана? Какие качества точнее обеспечивает Омега-3? Почему эталонная или близкая к идеальному качеству? То есть клетка, мембрана клетки должна быть эластичной очень, одновременно прочной, но прочность еще придает холестерин и белок в мембране клетки, он тоже в ней находится. Но прочность придает и Омега-3. Эластичность, гибкость и избирательная проницаемость. И вот если говорить о функциях, то она и защищает от внешнего мира и окружающей среды, внутреннее содержимое клетки. Но не только это. Именно мембрана решает, что пропустить в клетку, а что не пропустить. Ну вот если мы посмотрим на клетки и регулируют все эти процессы, если мы посмотрим на клетки, которым особенно нужны Омега-3, безусловно, это нейроны, которые все нужно одеть в оболочку из полиненасыщенных жимных кислот, это наши глаза, сетчатка глаза, это легкие, поскольку в легких находятся альвеолы, и в альвеолы они растягиваются благодаря наличию суффактантов, которые входят тоже в фосфолипиды и полиненасыщенные жирные кислоты. То есть они помогают поддерживать легкие в раскрытом состоянии. Я работала в такой сфере с глубоко недоношенными детьми. Они рождались часто, когда у них не созревал этот сурфактант, и поэтому у них не раскрывались у деток легкие. Приходилось дополнительно проводить серьезные и дорогостоящие лечения, чтобы помочь этим легким раскрыться. А не раскрывались легкие, слепались альвеолы, и, соответственно, не поступал кислород. Так вот омега-3, она помогает поддерживать легкие наши в полноценном раскрытом состоянии. То есть этим клеткам нужно больше. Половым клеткам, соответственно, нужно больше для того, чтобы взаимодействовать друг с другом и получать все полезное из окружающего мира. Клетки почек, которые занимаются фильтрацией. Клубочки, лоханки почечные, то есть там, где происходит фильтрация всей крови, огромное количество жидкости фильтруется через наши почки, и вот токсические вещества водорастворимые уходят, а все остальное возвращается в кровь. Нашим эритроцитам и лейкоцитам, тем клеткам, которые движутся в нашем теле. Эритроциты по сосудистому руслу, и они должны проходить даже по капиллярам, а лейкоциты, они тоже путешествуют внутри нашего тела в различные очаги воспаления. То есть вот есть ряд клеток, которым нужно больше, некоторым из этих клеток больше и достается. Ну и вот здесь в первую очередь и козапентоеновая кислота, но если мы будем говорить о нервной системе, то, конечно, в первую очередь нам нужна докозагексоеновая кислота. И вот посмотрите относительное содержание именно докозагексоеновой кислоты в головном мозге человека. И вот для всей нервной системы, для всех нервных волоков важно достаточное количество омега-3, начиная с самого раннего детства. За что еще она отвечает? За память, за все высшие нервные функции. Вот нерв у нас, вот мужчины придумали изоленту, похоже, правда? Вот мы изоленту, оголенный провод закрываем, вот так матываем, и тогда ток нас не ударит. И вот, собственно, оголенные нервы наши, они тоже напоминают оголенный провод. То есть если вот они закрыты миелиновой оболочкой, то они защищены, и информация по ним передается совершенно быстро очень и целенаправленно. Ну вот вспомните, что-то вспоминается мне все время, да? Вот когда-то, когда были телефонистки, когда были проводные телефоны, иногда ты берешь ту трубку, а там прям как афония звуков. Почему? Перепутались вот эти проводочки у телефонисток, и передается информация из разных мест, в общем, куда попало. Ну вот такое же иногда происходит внутри нашего организма, да, когда нарушается миеллинизация нейронов. То есть в норме сообщения передаются очень быстро. И вот именно миеллинизация нервных волокон, она позволяет легче думать, хранить информацию в памяти, извлекать ее оттуда по мере необходимости. Вот в тот момент, когда нужно, вот есть фраза «юмор на лестнице», когда вот вы беседовали с кем-то и не могли найти какие-то слова, а потом вот беседа уже закончилась, тут вас осенило, да мне бы вот так ответить. Ну хорошо, если это просто беседа, а если это экзамен, а если это выпускной экзамен или вступительный экзамен, как тогда? Ученик вспоминает иногда гораздо позже. То есть вот я вспоминаю, как я сдавала экзамен по инфекционным заболеваниям, и вот наступает момент, я хорошо готовилась, я в принципе хорошо училась, и я читаю задачу и понимаю, что в этой задаче подсказки, но я не могу вспомнить какое-то заболевание. И вот освобождается место у профессора Крюкова, и преподаватель говорит, ну идите. Он пытается всех как бы отправить к профессору, а никто не идет, время затягивается. Она приходит ко мне и говорит, ну идите же. Я говорю, я задачу не знаю. Она посмотрела, говорит, ну что вы, сыпной тиф, идите. Я, естественно, иду, и первая начинается задача. И, конечно, я уже понимаю подсказки и начинаю отвечать, сыпной тиф. А дальше, к всему общему удовольствию аудитории всех преподавателей, мы беседовали с профессором где-то час, на разные темы, о разных заболеваниях. Ну вот я училась в то время, когда профессора определяли способность студентов клинически мыслить, да, не просто там запоминать что-то. В результате я получила опять с отличием. И когда вышла, да, вот и преподаватель это была довольна, и я была ей безумно благодарна. Ну а если бы я села и не знала этого ответа, кто знает. И, конечно, потом бы я вспомнила, что я учила это в первый день. Вот важный момент для ваших студентов. Если они что-то выучили, обязательно нужно выспаться. Потому что только ночью во время сна информация откладывается в ячейке памяти. Если этого не происходит, то студент или школьник может не запомнить, то есть не отложиться. Только ночью это происходит. Ну, это важно в каком возрасте. Естественно, важно, когда мы учимся. Но миеллинизация нейронов происходит в любое время, когда мы чему бы то ни было учимся. Вот сейчас мы с вами вместе учимся, и у меня и у вас растут нейроны, и их нужно одевать в оболочку из ПНЖК омега-3. И вот если не поступает в достаточном количестве, ну, не то чтобы пленкой, она не пленка, она входит в состав мембраны клеток. То есть вот нельзя сказать, что это пленкой выслана. Она поступает в наш организм, вот все клеточки, и она входит в структуру клеток. То есть у нас постоянно обновляются как сами клетки, так и внутриклеточные образования. То есть она не выстилает ничего. И это не пленка, это мембрана клеток. А мембрана клеток, ну, смотрите, если вот при увеличении клетки начинают в ней разбираться, вот если все внутриклеточные образования увеличатся образно нашему росту человеческому, вот как стулья, столы там созданы, компьютеры, то получается огромный город. И у этого города есть вот стена, как таможня у государства, которая пропускает что-то или нет. И вот поэтому вот эта таможня, она не пропускает ни микробы, ни токсические вещества. Да, она устоит даже перед там иногда токсическими дозами веществ. Только сверх какие-то огромные дозировки способны тогда уже погубить клетку. То есть это не пленка, это мембрана. И вот в мембране есть отверстие, да, вот как проходная у завода, как таможня у государства, через которые клетка, вот в клетку либо проходит какое-то вещество, либо не проходит. Но вот более того, это получается, ну как бы именно мембрана клетки, вот я хочу показать вам замечательную книгу, да, «Умные клетки» Брюса Липтона. И вот он рассматривал именно увеличение клетки под электронным микроскопом, как все это происходит. Вот так его утверждение, что мембрана клетки, она выполняет роль мозга клетки, она определяет, что впустить, что не впустить, что выпустить, что нет. То есть вот там калий в клетку входит легко, а натрий попробуйте пропустить, калийонатриевый насос. И опять же для эритроцитов входит железо, для щитовидки больше йод. Это все определяет, получается, у нас мембрана клетки. Так что здесь, ну, как бы не дополнительная пленка, а именно встраивается внутрь самой клетки. И вот влияние на когнитивные функции головного мозга в серьезном возрасте, да, вот в пожилом возрасте, то заболевание, которого все боятся, пожилые люди, болезнь Альцгеймера. Как в каком-то фильме бабушка говорила, подскажи мне, каким немцам я болею, да, болезнь Альцгеймера. Ну вот смотрите, происходит уменьшение, да, вот как написано, усыхание коры головного мозга, она становится меньше. И вот систематический прием, то есть когда человек забывает, был вот прекрасный фильм один, в котором показывали замечательную женщину, она только чайник поставит в холодильник, да, то наоборот, вот что-то еще подобное сделает, просто она не помнит. И, конечно, когда уже развивается болезнь Альцгеймера, то достаточно сложно все это вернуть к норме, поскольку вот происходит тяжелая стадия, уменьшается, атрофия идет просто. Но если систематически хотя бы по две капсулы принимать амегатрии, то, безусловно, этого не произойдет. Это то, что касается головного мозга. Дальше, наши глаза, из которых смотрит душа. То есть вот так видит мир близорукий человек, а дальнозоркий человек, он наоборот может читать только на расстоянии вытянутой руки. То есть наши глаза, микроциркуляция, поскольку глаз – это система капилляров. То есть вот четкое строение мембраны клеток тех же капилляров. Структура сетчатки глаза. И вот еще способствует, увеличивает продукцию слезной железы, препятствует синдрому сухого глаза, которому подвержены люди, которые часами просиживают за компьютерами. Защита клеток, предотвращающие разрушения. Ну вот смотрите, что касается зрения, сегодня был вопрос, да. Вот так или иначе с возрастом у нас прогрессирует у многих дальнозоркость. Ну вот некоторые, как я, да, мы носим, продолжаем носить минусовые очки. Вот я их как одела в возрасте 10 лет, так вот всю жизнь у меня минус 2,5. И, собственно, можно приложить какие-то усилия, чтобы с этим справиться. То есть это тренировка глазных мышц, это еще определенное питание точно так же. Ну не всегда это получается, потому что влияет много факторов. Поэтому вот кому-то получается легче с этим справиться, кому-то нет. Ну вот так или иначе, это просто, да. Есть вот как бы специфические возрастные изменения. Но, как мы знаем, возраст – это не причина заболеваний, а причина нарушения питания и образа жизни с возрастом, который прогрессирует. Уменьшение двигательной активности, ухудшение питания и так далее. И вот, соответственно, в возрасте характерные заболевания – это катаракта, это глаукомы и так называемая возрастная макулярная дистрофия. То есть вот таким образом тоже нарушается зрение, и вот человек видит как-то размыто все вокруг себя. Кроме этого, есть еще вот такие заболевания, как аньюдивит, которые тоже ужасно удручают тех, у кого он есть, поскольку это неприятные ощущения и отсутствие, в общем-то, всякой красоты. Ну вот омега-3, она профилактирует все эти процессы тоже при систематическом приеме. То есть вот, как и любые другие вещества, есть суточная норма. И вот минимальная суточная норма – это две капсулы. И, конечно, эта норма должна поступать в организм. Ну и вот мы говорили о белых кровяных тельцах, об эритроцитах. И вот немножечко мембрана клетки под увеличением, она такая двилипидная, похожа на китайскую стену. И вот что происходит с нашими клетками, когда они передвигаются по капиллярам. Вот здесь фотография макрофаха, то есть он вот такой в норме. Но когда нужно, он меняет форму своего тела, чтобы протиснуться по капиллярам. Точно так же меняет форму своего тела эритроцита. Вот еще раз, вот эти клетки, которым приходится передвигаться. И вот совершенно четко известно, что диаметр капилляра 2 микрона. Диаметр эритроцита 7 микрон, то есть в 3 раза больше. Вот таким образом они протискиваются. Ну, как шахтеры. Вот мой супруг работал на шахте, и он рассказывал, у нас, говорит, есть пласты 40 сантиметров. И вот эти 40 сантиметров высококачественного угля, их нужно как бы, ну, уголь отработать, и вот по ним может протиснуться только очень худенький человек. Да еще, который не обладает фобией. Ну, поскольку сверху, снизу, да, все закрыто, узкое очень пространство, по которому нужно передвигаться. Ну, вот приблизительно так передвигаются наши клетки. И вот смотрите, для того, чтобы они изменили свою структуру, и у них не разорвалась мембрана, не лопнула, не повредилась, она должна быть очень гибкой и очень эластичной, и очень прочной одновременно. То есть именно вот те качества, которые придает мембране клетки омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, в частности, и позапентоеновая кислота. А в противном случае, вот у нас мы заболели инфекционным заболеванием, у нас увеличиваются лейкоциты, у нас увеличиваются либо лимфоциты, если вирусное заболевание, либо нейтрофилы, если это бактериальная инфекция. И они увеличиваются, они строятся из пищи, которую мы едим точно так же. И вот должно быть достаточное количество белка и достаточное количество омега-3. Только тогда мембрана их будет прочной, эластичной и гладкой, и гибкой. И они смогут, образовавшись в костном мозге, проникнуть в носоглотку и там выполнить свои обязанности. В противном случае они погибают, как Лиза Бричкина, в фильме Азори здесь тихие, вот не дойдя и не выполнить приказ. Поэтому вот омега-3 в плане нормальной работы иммунной системы, она играет колоссальную роль. Да, вот насчет проходной, да, вот здесь я хочу вернуться. То есть вот микробы. И смотрите, то есть если ежедневно мы принимаем омега-3, то вот у нас слизистая носоглотка, она обновляется с интервалом в 5-7 дней. То есть вот почему некоторые люди говорят, да мы вообще не болеем. Ну, по крайней мере, вирусными заболеваниями, респираторками. Вот в этот период, который сейчас начинается. То есть если они каждый день омегу пьют, то мембрана всех клеток равномерно обновляется, и вот как бы она каждый раз защищена. Если еще принимают астаксантин, то тем более, но об астаксантине в следующий раз. Вот, ну достаточно омега-3. Но если вот человек, как часто бывает, сегодня пью, завтра не пью. Да я вроде бы и пью. Ну вот то я выпила двойную дозу, а завтра обойдемся. А телу нужны ежедневные поставки. И вот часть клеток формируется без омеги и, соответственно, становится уязвимой. А микобы и вирусы, они же, товарищи, коварные, они как раз находят вот эти лазейки, да, вот эти дыры в заборе и начинают через них проникать. Да, 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 вот так и нужно объяснять, поскольку тогда становится, ну, как бы понятнее, когда мы на простых примерах, становится понятнее, когда мы нарисуем эту картинку и как-то все проясняется. Ну и вот клетки эти есть, они во всех органах защитные, да, в клетке иммунной системы очень важно. Вот для них не только белок, не только витамины, но и достаточное количество омега-3. И вот если говорить для улучшения иммунитета, то, еще раз повторю, обеспечивает прочность, эластичность, предупреждает проникновение вируса внутрь клетки, поскольку если он попадет в клетку, через 45 минут он, не через 45 минут, а раньше он перестроит ее на выпуск вирусов, через 45 минут клетка разрушается, идет массированное поражение. И поэтому вот при первых симптомах нужно максимально, когда вы чувствуете недомогание, озноб, дискомфорт, значит, быстренько выпиваем, съедаем все дополнительно, чтобы помочь как-то вот защититься, восстановиться. Не всегда успеваем. Когда процесс развернулся, там надо уже лечиться по полной программе. Далее снижается чувствительность к аллергенам, сейчас на следующем слайде это покажем, и вот даже восстанавливается свойство при аутоиммунных заболеваниях и обеспечивается противоопухолевая активность, ну, текучесть крови, само собой. То есть аллергия. Аллергия – это острая реакция иммунной системы на обычные вещества. Даже цитрусовые, на которых вот как бы многие возмущаются, они не являются аллергенами для всех. То есть, ну, есть какие-то определенные вещества, которые вот чаще вызывают, какие-то режут. Но вот совершенно доказанный научный факт, что мембрана клетки, когда она построена из омега-3, то она становится практически нечувствительной к аллергенам. Вот на заре прихода Wellness к нам, когда еще не было детской омеги, когда еще было написано там на всех упаковках детям беременным кормящим нельзя, некоторые мамы начинали давать, и делились потом этой информацией, начинали давать, вот почему-то у меня очень много воспоминаний от двухлетних детек, страдающих атопическим дерматитом, экземой, различными высыпаниями. На фоне коктейля, который обеспечивает полное переваривание и усвоение пищи, ферментативная функция белка, мы разбирали с вами просто. И на фоне омега-3 уходили экземы и атопические дерматиты. Вот еще на тех дозировках, тех самых, да, более ранних. Вот. И, соответственно, восстанавливалось артериальное давление. То есть сейчас, конечно, мы пользуемся тем, что есть детская омега, чуть дальше о ней подробнее скажу. Но вот тогда даже на той профилактической дозировке в течение года все восстанавливалось. Ну, и вот большое значение имеет то, что омега-3 помогает при аутоиммунных заболеваниях. Вот в книге «Веллнес. Здоровые дети» я рассказываю, я часто рассказываю этот случай очень показательный, о девочке, которая заболела острым гламеролонефритом в возрасте 8 лет, в 10 лет хроническая почечная недостаточная. И в 10 лет ее родители, лидеры, они решили вместе давать ребенку коктейль «Веллнес-пэк» и омегу. И вот через 2 года хроническую почечную недостаточность сняли, и все восстановилось. Я потом очень долго рылась в литературе, и я таки нашла, что не только там полноценный белок сыграл свою роль, но колоссальную роль сыграла именно омега-3. То есть вот смотрите, аутоиммунное заболевание – это когда иммунная система не воспринимает нормально здоровые клетки организма. Ну, может, они тоже в чем-то изменены. Вот рецепторы, которые находятся на поверхности этих клеток, начинается, нарушается передача информации друг к другу. И вот как раз при наличии омега-3 мембрана формируется нормально, и вот эта коммуникация между клетками тоже приходит в норму. Ну вот при таком заболевании, как рассеянный склероз, происходит еще вот гемиеленизация, повреждение миелиновой оболочки. Вот четкий рисунок, но есть как бы и видео, и фотоснимки такие, когда показывают, как макрофаг буквально изгрызает вот эту миелиновую оболочку, и, соответственно, нарушается проводимость. То есть вот можно ли при аутоиммунных заболеваниях, как питание, нужно 200%. И белка больше, и омега-3 больше. Поскольку там, где уже образовалась рубцовая ткань, то там уже сделать ничего нельзя. И, как во всех случаях, лечение у доктора и у профессионалов, а питание, питанием занимаемся сами. Да, обеспечиваем полноценное питание. То есть при любых аутоиммунных заболеваниях, вот и ламаролонеприт, и системная красная волчанка, и ревматоидный артрит, и вот бронхиальную астму относят к ним, обязательно нужно давать омегу, причем даже в больших дозировках. Ну, конечно, чем раньше еще раз, тем лучше. Вот три стадии ревматоидного артрита, как вы думаете, когда более вероятно и более быстро будут обратные изменения? Конечно, при первой стадии. Но в любом случае воспаление будет уменьшаться, и вот насколько организм сможет себя восстанавливать, он будет восстанавливать. То есть вспоминаем еще раз свойства. Уменьшает боль, уменьшает воспаление, улучшает кровообращение. То есть все то, что способствует восстановлению. Ну и, конечно, для каких клеток еще? Очень важна гладкость и эластичность. Конечно, для клеток нашей кожи. И вот почему женщины, когда смотрятся в зеркало или в свои фотографии, они вот с удивлением, систематически принимая Wellness, они обнаруживают, что выглядят лучше и моложе, чем несколько лет назад. То есть кожа выглядит моложе, сияющей, бархатистой. Поскольку вот на всем этапе, но это не сразу опять-таки. Сколько времени идут отсюда клеточки к поверхности кожи? Около трех месяцев в норме. И вот за весь период, когда клетки получают, вот еще здесь есть кровоснабжение омега-3, вот они выходят нормальными так, как положено. Соответственно, увлажнение происходит, укипляется липидный слой. То есть четыре месяца давать омегу рано. Четыре месяца мама должна молоко свое давать и сама пить омегу. Сейчас дальше чуть будет. Да, и самое главное – тормозятся процессы старения кожи. Ну и, наконец, самое главное. Восьми из десяти случаев инфаркты, инсульты можно предотвратить. Несмотря на то, что это основная причина смертности. Да, и вот болезни сердца и сосудов, особенно если заниматься этим пораньше, то да-да-да, это хорошо. Долго будем молодыми. Улучшается, во-первых, вот смотрите, за счет того, что улучшается текучесть, уменьшается вязкость. Клетки не прилипают одна к другой, как вот иногда бывают такие виноградные грозди. Тромбоциты излишне не тоже не сцепляются друг с другом своими вот этими отростками. То есть не происходит просто так их слепание. В результате вот улучшается эластичность, плюс улучшается эластичность стенок сосудов. И кровь течет легче. Вот за счет этого иногда увеличивается время кровотечения. То есть когда спрашивают, есть ли противопоказания, нельзя в больших дозах, сразу после оперативного вмешательства или сразу перед оперативным вмешательством, поскольку в какой-то степени может чуть-чуть увеличить время кровотечения именно за счет того, что предотвращает избыточное тромбообразование. Но вызывать кровотечение омега-3 не может. То есть она только улучшает все процессы. Поэтому просто так, если операция не предстоит, можно пить совершенно спокойно и безопасно. И важный момент вот насчет всех научных исследований. Достоверное снижение риска как первого, так и повторных инфарктов и инсультов происходит при применении ежедневно вот такой дозировки. Не 300 миллиграммов, а в 10 раз больше. И естественно тут мы понимаем, ну хотя бы от тысячи. Минимально тысячи миллиграммов. Естественно мы понимаем, что здесь вот нам суточная норма уже не подойдет, и нам нужно больше. И вот лучше увеличивать безусловно за счет детской омега-3. Если вы добавляете 5 миллилитров, то это будет где-то 1800. Конечно можно. Я вспоминаю случай, когда женщина, ей было наверное лет 45. И вот она делилась, на живой тренинг мы проводили, и она рассказывала о том, что вот она перенесла инсульт, и у нее были явления пареза. С одной стороны, то есть не слушались рука и нога. Ну и как это часто бывает, она не придумала ничего лучше, как попытаться умереть на этом фоне, считая, что своим близким она в таком состоянии не нужна. И вот в какой-то момент заведующее отделение позвала всех ее родственников, и говорит, вы знаете, вот она не хочет жить. То ли она боится, что настанет мама Буза, то ли какие-то причины, но вот организм ее поддается лечению, а она не хочет, во-первых, отказываться от еды, ну и вот ее как бы моральный настроен совсем не способствует выздоровлению. Ну и вот, естественно, тогда близкие убедили, и как раз появился Велнос, и вот эта женщина, она со слезами на глазах сказала, что все явления, даже пареза у нее ушли, все восстановилось и все стало замечательно. Еще один случай после инсульта. Это уже рассказывала тоже дама 45 лет, в это время у нее был двухлетний ребенок. Она, говорит, 40 лет перенесла инсульт, в 43 года встретила мужчину своей мечтой. Ну и естественно, ну к этому времени она уже два года принимала Велнос, и хотя врачи ей не разрешали, она благополучно забеременела, родила и выносила ребенка от мужчины, от любимого мужчины, родила здорового ребенка. Ну смотрите, здесь восстановление, насколько оно возможно, зависит от степени поражения. То есть если рубец, да, если там повреждение ткани мозга, и она удалена, то она не восстановится. Нужно отдавать себе этот отчет. Ну если в коме разные случаи, то есть кома это непредсказуемо. Есть люди, которые выходят из комы, есть, которые не выходят, надеяться всегда нужно на лучшее. Ну если он в коме, вы же кормить его не можете, верно? То есть там совсем другое лечение. Здесь вот каждый случай он индивидуален, но как бы, как я обычно говорю, все зависит от Всевышнего и от докторов в таких ситуациях, но и даже действия докторов от Всевышнего. Ну а человек должен делать то, что зависит от него. То есть если можно обеспечивать питание, надо обеспечивать. То есть здесь как бы вот, как будет, да? Как будет, как получится. Стараться нужно. Ну и дома находится в коме. Ну шансов, конечно, мало, если 8 месяцев в коме. То есть опять же, вот что произошло, по причине чего, и насколько глубоко поражение. То есть трубцовая ткань, она восстановиться не может, к сожалению. У меня вот близкий родственник, мой зять, муж сестры перенес инсульт, геморрагический инсульт, был повреждение, нейрохирургии делали операцию. Ну вот ходить он еще как-то мог, а рука, действия руки не восстановились. Вещь была тоже нарушена, потом восстановилась. Действительно. Все индивидуально и зависит от степени поражения. Да, ну если вот как бы чуть-чуть больше оптимизма о наших детках, да, и замечательная лекция Ольги Алексеевны Громовой с названием «Откуда берутся талантливые дети?» Так вот оказывается, омега-3 ПНЖК очень серьезно влияет. Вот смотрите фразы, на которые хочу обратить внимание. Без омега-3 активное развитие нейрона в головном мозге ребенка не происходит. И на самом деле вот огромное количество как бы эффектов дает. То есть это и защита головного мозга плода от гипоксии инфекций, и профилактика невынашивания, и в дальнейшем психомоторное развитие. И вот здесь более так показано, да, какие эффекты антитромботические, то есть улучшение текучести, иммунодулирующие, противовоспалительные, антиоксидантный эффект, нейропротекторные, развитие мозга и защита мозга от гипоксии инфекций. И вот множественность эффектов объясняет их важность для женщины после родов, и до плода, вплоть до самых родов, и для ребенка. И вот если мы еще раз посмотрим, да, то с четвертого месяца у плода идет созревание нейронов спинного мозга, двигательных, чувствительных, которые будут осуществлять функции дыхания, сосания, глотания. То есть с четвертого месяца, второй триместр, добавляем чайную ложку детской амиры. То есть не чайную, 5 миллилитров. Поскольку когда я измерила свою чайную ложку, у меня оказалось 2 миллилитра. А в третьем триместре начинают образовываться эритроциты, с которыми потом жить ребенку. И нейроны растут вот с такой скоростью. 500 тысяч в минуту, 30 миллионов в час. Все их нужно одеть в оболочку из омега-3. Ну вот данные статистики. Всего 1% беременных женщин принимает омега-3. Поле непаханное. Всем вот как-то нужно донести это, причем донести это на том этапе, когда они еще беременными не стали. То есть, по-моему, каждый родитель заинтересован в том, чтобы его ребенок был умным. Но вот он не станет умным просто так, по велению волшебной палочки, по щучьему велению, по моему хотению. Все это материальный аспект. То есть, получает беременная женщина омега-3, как мы говорим в теме, есть у меня вебинары, серия вебинаров «Волны со здоровьем семьи. Продолжение рода». Программирование. То есть, сегодня четко известно, каким будет ребенок, если его мама получает или не получает те или иные витамины и минералы. Как они влияют. Можно программировать, можно перепрограммировать. Ну и вот, поскольку вот этот процесс, он идет не только во время беременности, но и первые годы жизни ребенка. Низкий поклон профессору Тору Линдбергу, известнейшему человеку не только в Швеции, за то, что наши дети получают омега-3 в такой хорошей рабочей дозировке. 700 миллиграмм и коза пентоеновая, 500 миллиграмм до коза гексоеновая. Ну вот, чайную ложку только нужно измерять. Пять ступеней очистки. Масло лимона, не экстракт лимона, не сок лимона, масло лимона. Если бывает аллергия на лимон, ну это вообще казуистические случаи. Я помню, когда-то мы еще молодые доктора, когда еще проходили интернатуру, и вот что-то у ребенка аллергия на цитрусовые, а преподаватель говорит, лимоны порекомендуйте. А мы говорим, как лимоны? У него же аллергия на цитрусовые, он говорит, а на лимонной аллергии не бывает. Так вот, если казуистически бывает аллергия на лимон, она может быть на белок лимона. Ну опять же, в первую очередь, потому что в питании человека не хватает белка. Это сколько белка в лимоне. А здесь у нас масло лимона, причем 1%. То есть вот как бы вообще совсем и никак, как я люблю говорить, аллергии на омега-3 быть не может. Если там начинаются какие-то высыпания, это вот на что угодно другое. Ну о высыпаниях будем говорить, а нет, с вами мы об этом говорить не будем, то у меня параллельный курс идет. То есть чаще всего это проявление токсикодермии. А омега-3, она уменьшает чувствительность к аллергенам, она обеспечивает нормальное состояние кожи. То есть что? Не вызывает аллергических реакций, снижает чувствительность к ним. И способствует нормальному развитию всех органов у ребенка. И как результат, что мы имеем? У наших деток улучшаются все функции памяти, внимание. То есть раньше ребенок с трудом запоминал стихи на русском, сейчас легко учить стихи на английском. То есть вот истории самых невероятных, огромное количество. Когда там мамочка одна говорит, пришел со школы, мама, можно я пойду погуляю, иди учи стихотворение. Стихотворение на полторы страницы. Через пять минут подходит, говорит, мама, я выучил. А я не выдержала, я говорю ему, что ты издеваешься надо мной. Ну давай рассказывай. Он берет, рассказывает. То есть вот то, о чем мечтают педагоги, когда ребенок схватывает на лету. Вот настолько быстро это происходит. Кроме этого, любовь к чтению и словарный запас. Вот я когда посмотрела фильм о мальчике, который то не любил читать, а потом сильно полюбил. Я вдруг как бы осознала, что вот моя любовь к чтению, когда мне еще не было трех лет, я заставила своих папу и старшую сестру выучить меня читать, ну поскольку я их доставала просто, подходила и просила почитать что-либо. Ну вот это связано с тем, что мне давали рыбий жир в детстве. Вот и дети начинают больше любить чтение, когда они это получают. А кроме этого, музыкальная память, двигательная память, координация и точность движений, которые очень важны для деток. Во всем этом принимает участие Омега-3. То есть если мы хотим, чтобы дети были не просто здоровы, а еще умны и талантливы, то обязательно нужно давать Омегу-3. Той дозировки, в которой рекомендует профессор Торлингер. И не меньше. Да, вот и дефицит приводит к известному синдрому дефицита внимания и гиперактивности у детей. И вот Омега, она помогает концентрировать внимание. И делает деток как бы более спокойными и уравновешенными. Но за гиперактивность, к сожалению, часто принимают норму. Но если в сутки ребенок в норме должен делать 16-20 тысяч движений, то, наверное, не каждый родитель 20 тысяч движений в сутки воспримет как норму. Но иногда бывает вот избыточная гиперактивность, когда ребенок вообще не может сосредоточиться. Для этого тоже нужна Омега. И вот недавно тоже был вопрос в Содружестве Велнос. То есть если кто-то еще из вас не в Содружестве, могу подключить. Когда женщина говорит, вот мне такое возражение, что слишком большие дозировки для детей. Почему так много? Ну есть у меня такой файл, рекомендации, как бы общемировые рекомендации по детям. Я вот его разместила и говорю, обратите внимание, сколько дают детям в Японии и рекомендации в Соединенных Штатах Америки. Там, где тоже вот как бы ум программирования, компьютеризация всеобщая, это все в части. То есть в Японии как раз дают такие же дозировки, как и в Скандинавии. То есть достаточно много. Да, вот с правдой, Алина, вот-вот-вот. Читали газеты спокойно, да? Со скольких лет давать Омегу детям? В принципе идет с шести месяцев можно по две капли. Вот до шести месяцев вообще ничего как бы не дается, только мама на молоко. И здесь тоже вопрос выбора. Если ребенок на грудном вскармливании, то можно не давать Омегу. Молочная железа ее щедро вырабатывает. Она вырабатывает ее больше, чем как бы мама пьет. Вот единственное, о чем это не скажешь, это витамин D. Витамин D нужно давать с месяца. Как-то она очень скупо отдает ему молочная железа. А Омегу-3 нормально. Но тем не менее, если вы не давали во время, не пили во время беременности, это часто мы с этим сталкиваемся, или пили недостаточно, то, конечно, можно еще дополнить ребенку. Давай. По две капельки. И вот с трех лет совершенно спокойно всем детям. Вот до трех лет почему как бы написано, противопоказания или нет, нужно все-таки как бы советоваться с доктором и объяснять ему. Опять-таки все зависит от того, принимала мама до беременности, и во время беременности, и сразу после родов, или нет, получал ребенок или не получал. То есть в зависимости от этого дозировка будет немножечко меняться. Деткам до трех лет. А старше трех лет всем совершенно спокойно. То есть не нужно быть врачами, чтобы рекомендовать. Это как бы общеизвестные истины. И на сегодня это еще вопрос культуры, я считаю. Да, вот как нам говорят все, что нужно вводить к культуру питания. Вот прием Омега-3 – это тоже вопрос культуры, поскольку он влияет на все сферы нашей жизни и на умственное развитие в том числе. Ну и вот глазки. Глазки наших деток очень показательны. Например, Олечке Кузнецовой. Есть прекрасное видео выступление ее, когда она рассказывает об этом. То есть вот зрение, когда у деток мы далеко не сразу проверяем, и когда вот проверили у малыша зрение, было оно вот таким – 10-20%. Определили в специальный детский садик. И какое-то время он проходил, потом детский садик закрыли на мойку. И упражнения они не делали, но Алешка пил этот рыбий жир, чуть ли не по столовой ложке, иногда по две. И в результате через 3 месяца зрение улучшилось, а через год вот на фоне приема оно было таким. И в первый класс вот здесь Алешка пошел без очков. То есть зрение восстановилось. Это бывает не всегда. Это бывает зависит там от разных причин и разных нарушений зрения. Но в любом случае на фоне приема омега-3 зрение будет улучшаться. И у взрослых, и у детей. Поэтому это как бы стопроцентное показание. Маню пить после родов тоже первое время по 5 мл. Ну вот как пила до беременности, во время беременности, так и дальше продолжать. Поскольку у ребенка все так же будут расти нейроны и образовываться эритроцит. То есть это будет влиять и на анемию, насколько она будет выражена в 6 месяцев, и на умственное развитие ребенка. Ну и вот по зрению, почему это нужно. То есть если малыши, когда идут в первый класс, то как бы далеко не у всех нарушено зрение. Но вот за время обучения снижение остроты зрения растет в 5,5 раз. То есть выходят наши выпускники, особенно те, которые добросовестно занимаются и готовят и учат все уроки. Вот, к сожалению, с очками. И второй момент. Идет колоссальная нагрузка и на орган зрения, и на головной мозг ребенка. Объем информации каждые 10 лет удваивается. Вот то, что сегодня учат наши дети, все взрослые даже могут разобраться и понять, и объяснить им, как делали это раньше. Поэтому вот если малышам до 14 лет чайная ложка, а с 14 лет, в принципе, уже когда ребенок взрослый, можно переводить его на wellness pack, ну вот детскую омегу, пожалуйста, добавляйте им весь этот период, пока они учатся. Для того, чтобы лучше они запоминали, им легче было учиться, чтобы они схватывали на лету, чтобы они любили не только слушать, читать книги, и вот чтобы защитить их мозг и обеспечить им хорошее состояние здоровья. Ну и еще осталось нам один аспект. Это как правильно принимать омега-3. То есть почему рекомендуют только после полноценного приема пищи. Ну вот тоже особенности нашего тела. Есть фермент липаза, который вырабатывает поджелудочная железа. Он водорастворим сам по себе. Вот работает жирами, но водорастворим. То есть что означает водорастворим? Он работает только на поверхности жировой капли. И если эта капля большая, ну вот она обработает сколько сможет на поверхности. А если маленькая, и их много, если большую каплю жира разбить на огромное количество маленьких, то вот этот процесс обработки ферментом будет происходить лучше и полноценно. И вот все это продумано в нашем организме. Когда мы едим твердую пищу, у нас формируется пищевой комок. Хлеб, картофель, что-то еще. И когда этот пищевой комок прикасается сначала к стенке выхода из желудка, а потом к 12-перстной кишке, у нас открывается так называемый сфер синтер-одди и выбрасывается из желчного пузыря желчь, а из поджелудочной железы панкреатические соки. Желчь эмульгирует жиры, она разбивает крупные капли жира на мелкую эмульсию, и вот соки поджелудочной железы, в частности липаза, хорошо перерабатывает. И вот эта омега, она усваивается максимально полно. Если же мы выпиваем натощак или между приемами пищи и не заедаем это ничем, то вот очень часто большие эти капли, чуть-чуть там что-то где-то обработалось или нет, непонятно, иногда вообще не обрабатывается. И вот это масло идет транзитом по желудочно-кишечному тракту. То есть в некоторых случаях это может вызвать эффект послабления. Тот, на который могут пожаловаться иногда люди. То есть не надо пить натощак. На молоко тоже у нас открывается желчный пузырь, идет выделение, но немного. А вот когда мы полноценно поели, то вот с каждым пищевым комком потихонечку все это продолжает выделяться, и тогда вот действительно у нас омега-3, особенно если мы выпиваем 5 мл, оно хорошо усвоится и детками, и взрослыми. Вот если сахарный диабет, смотрите, ну вот на ногах начались, конечно, изменения, потому что сахар влияет. Я размещу слайдик, на котором я как бы вот обобщила, как вообще влияет wellness. То есть нужно wellness life plus, желательно 2 порции белка, то есть или 2 порции коктейля, или коктейли суп. И это одна хлебная единица. То есть вот как бы сказать врачу-эндокринологу или учесть самим, что 2 порции коктейля – это одна хлебная единица. Это важно учитывать для больных, которые получают инсулин. И, соответственно, wellness pack и чайную ложку детской омеги. Ну вот постепенно, то есть это работает по мере обновления клеток, то есть ни коктейль, ни там омега, они не действуют моментально как лекарство, но в процессе обновления клеток, насколько это можно улучшить состояние, оно будет улучшаться. Потому что иначе, вот если ничего не делать, то, ну там идет сухая гангрена, ампутация и так далее. То есть ничего хорошего. Нужно восстанавливать сосуды и самое главное – уменьшать уровень сахара в крови. Я размечу, там, правда, я делаю для беременных женщин, как бы наглядно видно, что вот весь комплекс, он вместе принимает участие в нормализации этих процессов. И вот как мы с вами говорили на прошлом занятии, там как раз инсулин я приводила, да. Нормальная формула инсулина – 51 аминокислота, 16 видов, плюс еще там в определенном сочетании. То есть вот это как бы только одна часть. Омега влияет по-своему. Да, я отправлю. Вот. Так что, дорогие друзья, омега-3, вот я надеюсь, что вот когда у нас есть собственная ясность, как это работает, да, вот то, что, как она работает в организме. То есть она восстанавливает мембрану клеток, она обеспечивает нормальные качества, нормальные функции мембраны всех клеток тела. И вот благодаря этому, да, у нас и происходит там снижение артериального давления, уменьшение плохого холестерина в организме, то есть уходит атеросклероз. И артериальное давление, вот не только явление диабета, артериальное давление тоже нормализуется, но далеко не сразу. У кого-то год уходит, у кого-то полтора. Вот по мере обновления клеток организма. Омега-3, ну тоже, ну, при менопаузе тоже нужен wellness life plus. Вот мы как-то беседовали там в чате, я уже не помню. Я говорю, ну, я думаю, что я не одна, которая не знает, что такое патологический климакс. Вот, как правило, женщины, которые принимают wellness, они не знают, что такое патологический климакс. Ну, остановилась и остановилась. Кое-что. А все остальное как бы нет ни приливом, ни отливом, ни каких-то других. То есть нормализация. У нас же процессы гомеостаза, то есть вот тело настроено на восстановление к норме. Мы можем ему помочь, вот особенно когда мы дадим ему все необходимые стройматериалы, а можем ему мешать в этом восстановлении. Когда мы ему помогаем, оно восстанавливается быстрее. И вот вся эта продукция, она способствует этому. И вот каждый продукт, он играет какую-то свою роль, ну, а дальше идет сочетание. То есть здесь очень такой комплексный командный подход. И поэтому такие хорошие результаты. Хорошо. Если будут вопросы еще, вот это возможно на какие-то, я не ответила. Смотрите, да, вот был вопрос по детям. Детям лучше давать детскую. Поскольку, ну, вот в двух капсулах у нас 300 миллиграмм, а в 5 миллилитрах у нас почти 1500-1400 миллиграмм. То есть, соответственно, там, пить 10 капсул, ну, какой смысл? Ну, другое дело, что и две капсулы будут как-то работать, да, и вот по некоторым там дозировкам можно и меньше давать детям. Ну, мы же все хотим для детей максимума. Поэтому, если так ребенок не ест, можно давать там с желтком яйца, можно давать с крутым, крутого яйца, можно давать с хлебом, можно давать вот с бутербродами на хлеб. Ну, вот каким-то таким образом. Да, вот, спасибо. Это так и есть. То есть, тут продляется молодость и уходит патология. То есть, в принципе, вот, как говорят, там, и беременность, и роды, и климакс, это все должны быть естественными физиологическими процессами. Вот сейчас мы начинаем понимать, да, что и беременность может протекать физиологически, и роды физиологически, а не только там вот сверхчеловеческими усилиями. Хорошо. Нет, надо просто жить. Спасибо и вам за внимание. Да, какие там слайды нужны, тоже моя книга, я и по белку размещу. И в понедельник мы снова встречаемся. Астаксантин. Тоже, вот, какие вопросы у вас есть по астаксантину, пишите, пожалуйста, чтобы я на них, ну, ответила. Да, если там не отвечу устно, значит, отвечу письменно. Ну, всего вам доброго, хорошего вечера, хороших выходных. Не забываем отдыхать. Да, это может быть очень интересно. Я, вы знаете, я когда поступила в Минденстуд, я пошла на детского доктора, потому что любила детей. К четвертому курсу я поняла, что это потрясающе интересная наука. Ну, вот. Сейчас, ну, не обязательно быть доктором для того, чтобы приносить людям максимальную пользу то, что вы делаете. Хорошо. До свидания, хорошего отдыха. Не забывайте, что на выходных нужно отдыхать.